Часик радость и фирсладость, дорогие хиканы. Всех вас безумно рад видеть. Надеюсь, вы меня тоже рады видеть. Читаю в ваших глазах вопрос. Хикан, тебя выпустили уже из сумасшедшего дома? Выпустили. Да-да, не удивляйтесь. И я буду немножко притормаживать. Надеюсь, вы меня простите. И перед тем, как я расскажу... Вот там собаки гавкают. И перед тем, как я расскажу, как я отдохнул в психушечке, я хотел бы сделать два заявления. Первое заявление о Лизе. Дорогие друзья, пожалуйста, не пишите ей гадости, что она якобы там чего-то из-за донатов. Это абсолютно не так. Потому что она работала. Работала и весной в кофейне. Потом у нее был панкреатит. Потом все лето она тоже в другой кофейне работала. Там день и ночь. Поэтому ваши обвинения абсолютно бессмысленны. Это все вранье. Это не так. Пожалуйста, не оскорбляйте человека. И по поводу инцидента и прочего, я даже не считаю нужным это комментировать. Потому что это ситуация высосанная из пальца. И какие-то там комментарии, оправдания. Я считаю, что это все бессмысленно. Потому что оправдывается только виноватый. А если оправдываться не за что, если моя совесть чистая, если ничего не было, то с чего я должен это делать? Это, конечно, печально. И на этом, я считаю, инцидент исчерпан, дамы и господа. Ох, хорошо. Теперь по второму пункту. Я хотел передать привет в Эстонию Созару. Или Созару, уж не знаю, как правильно ударение. Я тебе давно еще хотел привет передать. Но вот, видишь, все никак не получилось. И вот уже поздравления. Пошли, видите, Хикан уже немножко повеселее. Только я прошу прощения за сбивчивость речи. И за притормаживание. Так вот, я хочу поздравить с 20... В общем, 21 год исполнился Евгению Мымрикову. И он учится на историка. И я хочу тебе пожелать, вот последний год поднажми, иди к цели. Я хочу пожелать, чтобы у тебя была любовь, тян, петян и все такое. И самое главное, я желаю тебе, как всегда, здоровья, счастья, здоровья. И тут я тебе пожелаю здоровья психического. Ну, думаю, ты поймешь эти все коннотации и прочее. Потому что... Как там вот это есть выражение? Если Господь Бог, если Он есть, конечно, хочет наказать человека, Он лишает его разума. Вот я хочу, чтобы ты, дорогой Евгений, свой 21 год никогда в жизни не потерял разум и не лежал в психушке, потому что нормальному человеку. Там делать нечего. Желаю тебе счастья, здоровья, любви, процветания, денег и, естественно, зож на крестах. Вот как Хикан не проебал кресты и вообще счастлив. Вот. Ну, почти счастлив. А сейчас, пожалуй, давайте приступим после длительного петинга. Собственно, непосредственно к рассказу. Итак, как же Хикан отдохнул, полежал в психушечке? Ну, начнем сначала. Все вы... Ну, я надеюсь, что многие видели. Я записал с утреца видео и решил сдаваться в психушку, потому что уже нельзя было терпеть. Но если я... Вон, водки купил. Кстати, у меня до сих пор она там стоит. И... Блять, сейчас. Сейчас, сейчас долетит, долетит сейчас. Сейчас пинга, пинга пройдет сейчас, сейчас. Ну, пинга такая хорошая у меня. И я понял, что если уж действительно я был близок, очень близок, вот Даня меня спас, и Даня, вот спасибо тебе большое, я бы тебя поцеловал прямо в засос, если был бы... Ну, ты понял, вот. А так просто я тебя при встрече обниму подружески, потому что ты спас мои кресты, и вообще я рад, что... Ну, вот, по крайней мере, хотя бы так произошло, потому что все могло бы обернуться совершенно иначе, по-другому. И пошел я, значит, сдаваться. У меня там свои связи были, как всегда у Хикана масонские связи. И я буду назвать просто знакомый человек, неважно, там, мужчина или женщина, просто знакомый человек. В общем, там, связи с Хиканом лучше не шутить, ведь у него большие связи, он может двушку зарядить и пятерых уложить сразу. Вот. И, ну, человек сказал, ну, приходи, что делать. Я пришел, меня, значит, бросили как чурку, в смысле, в исконно русском смысле этого слова, а чурка – это, ну, деревяшка такая обыкновенная. Вот. Бросили вот как деревяшку в такое помещение, оно то ли там под ремонт, то ли еще. В общем, такое старое, совковое, там уже все сыпется. Ну, там относительно тепло. Ну, там кровать, все дела. И меня просто, ну, как и закрыли, все дела. Вот. И, ну, это опять же, трудно очень назвать каким-то там лечением. Это просто человек поспособствовал моему эскапизму, просто побегу от реальности. Я пришел, меня укололи. Тоже как-то, знаете, очень странно все это. За сколько я там, больше недели пролежал, да? Ну, по-моему, или неделю. Ну, неважно, короче. Пусть, грубо говоря, за неделю. Все там несколько раз укололи и пару раз капельниц поставили. Все остальное – это было просто эти колеса. Колеса, да. Ну, меня там укололи. Я заснул, вот заснул как миленький. Все, потом проснулся еще в ВКонтакте, даже зашел, да, там кому-то ответил. Дорогие друзья, я хочу всех поблагодарить, кто мне писал, кто мне помогал. Вы даже не представляете, насколько это великодушный какой-то поступок, потому что вы меня вообще не знаете. И, ну, это действительно дорогого стоит. Я это говорю от чистого сердца. Прошу прощения вот за такую мою заторможенность. Вот, надеюсь, это пройдет и все вернется на круг их своя. Я вас дико благодарю, потому что мне это действительно помогало. Вот. И что я хотел сказать-то? Сейчас я просто из своих лабиринтов вывернусь, и пинга сейчас как раз дойдет, и все нормально. Давайте хронологию событий. Вот. Ну, что я там поспал, опять же, проснулся в ВКонтакте, посидел. Ну, и потом, в принципе, так и проходили мои дни. Сейчас я вам расскажу. Телефон. Телефон, естественно, забирали. И правильно делают. Правильно, абсолютно. Телефона, если ты находишься в такой ситуации, не должно быть. То есть мне там, конечно, хотелось и кому-то там и ответить, и еще такое. Но с телефоном там строго, хотя, в принципе, его можно было. Но я-то понимал, что, ну, так не должно быть. В общем, у тебя не должно быть там телефона, чтобы ты там сидел, переписывался. Не надо. В общем, это надо прочувствовать. Так это как-то сложно объяснить. Вот. Ну, мне, мне вот по первому требованию, что называется, давали. Ну, позвонить, по крайней мере, точно. Но я Адочку вот вспоминал, кто смотрел с ней видос, она рассказала про психушку. У меня такого и близко не было. Хотя я ее, я ее вспоминал. Вспоминал, как она рассказала, вот как плохо там относился персонал к ней. Ко мне персонал вообще относился... Да он мне никак не относился, потому что меня там тогда укололи, закрыли, блядь. Ну, конечно, я там мог открывать, аккуратно выходить. Я же там неофициально, мне же сказали, блядь, ты сиди там тихо, чтобы тебя вообще никто не видел. А, и я еще, ну, я один же там был. Ну, вот. Кто вы, кто вы, я один здесь. Вот. Поэтому всяких охуительных кулсторий о том, как я там со всякими там психами и прочей. Ну, я там видел кого-то, но они так вот случайно, меликом, меликом, что называется. Вот, я там один был, спал, размышлять даже и не особо там получалось, потому что в голове вот такая вата. Не в смысле какой-то политической ориентации, а ну, просто вот вакуум, наверное, будет так правильнее сказать. Что я еще, в общем-то, хотел добавить? А, вот, я Адочку-то вспоминал. Она рассказывала, ну, делала основной упор на том, как к ней персонал плохо относился. Ну, мне там, конечно, там, меня не особо рады были там видеть. Ну, в общем, не важно. Ладно, дело не... В общем, мне никто там не грубил, и все такое, там, и телефон давали. А самое главное, что там, почему я вспоминал, это вот жрачка. О, Господь наш сварок! Вот, ну, это ужас. Те, кто меня давно смотрят, те знают, что хикан к еде непритязателен. То есть, хоть говна дай, я сожру, мне абсолютно все равно. Я там не сиборитствую, я не курман. Мне абсолютно вообще все равно. Ну, и по барабану. Но у меня сложилось вот такое впечатление, что туда психушку устроилась моя мать. Потому что моя мать отвратительно готовила. Вы даже не представляете. Это надо, опять же, попробовать и прочувствовать на себе. Я это говорю не от какой-то там ненависти или злобы, это факт. То есть, вот, кто жрал ее, ну, я едой это не могу назвать, или хрючево даже, я не могу это назвать. Потому что даже помоями я не могу жрать, потому что помои иногда можно там есть. Но она не на васильянной помои из садика носила, и капитала себе нажила. Ну, ладно. А у нее был какой-то яд. Просто какой-то яд, блядь, этот, эйсид. Кислота какая-то. Вот пример вам приведу. Я помню как-то мои кореша, и моя женщина, ну, мне там лет, наверное, 17 было, грубо говоря. И они меня подъебывали, что я нихуя не умею себе там приготовить. Ну, тоже картошку пожарить. А я думаю, ах, вы вот пидорасы такие. И раз, вот, и картошку пожарил. И когда я ее дома жарил и потом попробовал, я понял, что картошку можно вкусно пожарить. Это человек, который вот первый раз ее жарил, блядь, за свои 17 лет. Ну, вот просто вдумайтесь. Я понял, что где-то меня наебывают. Я думал, что моя мать готовит так специально. Ну, это такой заговор, заговор. Это специально. Нет, ну, просто человек не умеет по-другому. Ну, вот такой, как Толян говорил. Такой человек, что меня теперь расстрелять, что ли? Или убить, или как он там сказал? Убить, по-моему, да. Такой он и человек. Я думал, что моя мать устроилась туда готовить. Потому что, ну, там каша, вот это все нормально. Но там была дьявольская капуста, дорогие друзья. Это, вот, в аду воняет капуста. Я вам это гарантирую. Этот, блядь, запах. Надо туда экскурсии водить. Вот этих детей, знаете, которые говорят, ну, блядь, мама, я не буду эту твою хуйню жрать. Я хочу там... Ну, что дети любят жрать, я даже не знаю. Ну, какую-нибудь хуйню. Надо их туда приводить и просто на кухню. Я не знаю, может они там... Ну, естественно, они, наверное, пилят этот крохотный бюджет. Ну, по крайней мере, раньше уж точно там все это было. Ну, блядь, как так можно этот запах? Вы просто ощутили бы. Ну, ни разу уже даже дерьмо пахнет лучше. И ты как-то уже сквозь... Даже я, человек, который непритязателен к этому всему, ты вроде как начинаешь это жрать, но от этого запаха аж чуть ли не слезы на очах. Ну, ты не можешь это. Ты понимаешь, что это просто капуста? Ну, она чем-то полита, блядь. Ну, хер его не знает. Может, она с циклоном Бэйли? Хуй его не знает. Короче, это отвратительно. Вот тут я Адочку, конечно, вспоминал. Не злым-то хим словом. Да. Что-то я еще хотел вам сказать, дорогие друзья. А так, в принципе, я там особо не светился, все же неофициально. Ну, мало ли, может, кто-то увидит, а потом скажет, вот, это вот того человека-пидораса, он этого чувака подселил. Ну, и вообще тут разврат и коррупция, например. Ну, я, на самом деле, человеку тоже благодарен, что не кинул меня на произвол судьбы. Надеюсь, что меня там нигде не отметили. Хотя, даже если отметят, мне похуй уже, на самом деле, чем не терять. В принципе, я об этом сказал. Чего вам еще-то рассказать? Ну, опять же, с психами я так особо не сталкивался. Колес поел. Ну, знаете, что можно сказать? Действительно, у меня получилось убежать от реальности ненадолго. И свои плоды какие-то, в принципе, я поимел. То есть, полегче стало. Ну, вы сами видите, что и голос уже такой пободрее стал. Ну, вот, мысли, конечно, пинга, пинга идет, но это пройдет. Это пройдет, потому что вчера было намного хуже. Сегодня уже пинга, уже так, получше связь, получше уже соединение намного. Единственное, что память, память я все записываю, потому что, ну, пробуксовочки бывают, пробуксовочки. Так, вроде как, это должно восстановиться. Видите, вот такой позитив, какие-то положительные такие мысли, положительно человек настроен. Значит, все будет хорошо, дорогие друзья. Это тоже я себя так вот сам успокаиваю. Конечно, печально, что все так вышло, но, по крайней мере, я не проебал кресты. Я хочу еще раз поблагодарить Даню, Машеньку из ЕКБ, и всех-всех-всех вас, дорогие друзья, кто мне писал и помогал. Вот просто от души же есть. Вот, я надеюсь, что ни с Евгением Имриковым, который 21 год исполнился, ни с вами такого никогда не случится. Вот. Вроде как я, ну, все, откинулся. Какой базар-вокзал. Купил билет, в колхоз большой дышал. Вот. В принципе, я, ну, вроде как, все рассказал. Ничего там особенного и не было. Про это вам рассказал, про это рассказал. Ну, ладно, если вспомню, еще сейчас дополню. И, что дальше? А, будем двигаться вперед. Ну, как там обычно журналисты спрашивают, планы на будущее и все такое. Кстати, опять же, если Элиза-то не будет, если освобождается место хедлайнера, если вы меня смотрите из Донецка или из Макеевки, пишите. Ну, если вы считаете, что вы можете занять место хедлайнера, пожалуйста, рассмотрим вашу кандидатуру. Ссылки там в описании. Добавляйтесь ко мне, друзьяшки. Пишите. Вот, хикан, я такой-то или такая-то хочу быть у тебя на канале. Будем угорать, например, чат-кутежа во мгле ада делать. В принципе, ну, что еще я вам не рассказал? В принципе, все. Блин, вот что-то я не рассказал. Вот не могу вспомнить. Блядь. Ну, ладно. Ладно. Так, в принципе, информативно все вышло. Надеюсь, вам было интересно. Вот. Я вас призываю, естественно, поставить класс хикану, класс хикану и дани. И дани, потому что вот дани мне не позволил проебать кресты. Вот. Что там еще? А, дальше я повыкладываю видосы с днюхи Гали. И будем искать хедлайнера. Вот. Берегите себя. Желаю вам здоровья. Все будет хорошо. Ставьте классы. Подписывайтесь на канал. Хиканан и Баван. Донатим с Бугули на вещь пакеты. Заказывайте рекламу и сигны. Репосты жмем. Колокольчик. Видео поздравления. И, в принципе, все я сказал. Если я эту телегу помню, значит уже все хорошо. Всех вас обнял, дорогие друзья. Темки-темки, лавки-лавки, покусики.